приветствую тебя уважаемые дульсинея приветствую тебя уважаемый кихот уважаемая дульсинея мы с тобой обговаривали тему выгула животных в школьных дворах и мы с тобой тогда пришли к выводу что нужно бы эту тему обсудить по правилам по правилам дискуссионного клуба полтава используя методику цепной цепного аргументирования суть методики в том что стороны поочередно обмениваются тезисами по этой теме и каждый тезис непосредственно связан с предыдущим тезисом он как бы отбивает его и возражают и как показала практика достаточно высказать 6 8 тезисов чтобы стороны пришли к одному логическому выводу я предлагаю сделать нам по этой теме три цепи каждая цепь такая которая состоит из 6 8 аргументов каждая последующая цепь начинается из одного из утверждений первой цепи итак давай начнем первую цепь и предлагаю тебе уважаемая дульсинея сказать свой первый тезис первой цепи да все верно моя первая фраза выгуливать собак на школьном дворе очень удобно уважаемая дульсинея в твоей фразе я сосредоточусь на словосочетании школьный двор значит моя отбивка будет от этих слов таким образом мой антезис звучит так но школьный двор предназначен для прогулок школьников а не собак то есть школьный двор не предназначен для выгула собак уважаемый тихот моя отбивка будет от слов выгул собак раз это выгул собак значит и выгуливать я его могу где хочу уважаемая дульсинея мне кажется что эта цепь аргументов подошла к своему логическому окончанию ведь действительно если выгуливать как ты сказал своей последней фразе то выгуливать я могу где хочу так ведь действительно никто не запрещал выгуливать как на школьном дворе то есть это и будет итогом наши первые цепи итог тот что собак можно выгуливать на школьном дворе до тех пор пока это не запрещено не запрещено какой-то надписью то есть должны быть надпись на школьном дворе которые запрещают выгуливать или в другом каком-то другой какой-то форме должен быть запрет на выгул собак но если этого запрета нету то выходит до выгуливать собак на школьном дворе удобно и кто хочет может выгуливать а сейчас я предлагаю начать вторую цепь аргументов если ты не против то я определю с какого утверждения будем вязать вторую цель жду твоего ответа да уважаемый кихот я согласна продолжить дискуссию по второй цепи уважаемая дульсинея начинаю вторую цепь аргументов и я сейчас скажу первое утверждение этой цепи и она основана на моем последнем четвертом утверждение первой цепи и так мое утверждение звучит так при наличии запрещающих надписей нельзя выгуливать собак на школьном дворе уважаемый кихот я беру за отбивку слова наличие и так а при наличии приступа эгоизма выгуливать собак на школьном дворе можно я сделаю отбивку от слова можно всегда можно то за что не наступает ответственность а если ответственность наступает то за можно можно поплатиться но поплатиться можно только в том случае если наказание действительно последует из этого мы делаем вывод что чтобы перестать выгуливать собак на школьном дворе эти запреты должны начать действовать через какую-то конкретную должность которая будет за эти уважаемые дульсинея предлагаю закончить вторую цепь аргументов потому что как мне кажется она добежала своего логического конца вывод по второй цепи получается такое что даже если на школьных дворах размещены запрещающие надписи по выгула собак но нет наказание это за нарушение этих надписей то это означает что и запрета фактического запрет на выпал собак не фактический запрет будет действовать только в том случае если нарушителям будет будут фактически применяться меры наказания это вывод по второй цепи а сейчас я предлагаю тебе начать 3 цепь сказать утверждение с которого мы будем начинать третью цепь или же ты если ты не хочешь выбирать эту цепь или хочешь передать это право мне то я скажу первое утверждение 33 цепи да я полностью с тобой согласна по второй цепи и передаю тебе право начать третью цепь уважаемая бульсинея я предлагаю начать третью цепь с твоего первого утверждения первого утверждения первой цепи что выгуливать собак на школьном дворе очень удобно предлагаю сказать тебе эту фразу собак выгуливать на школьном дворе очень удобно делаю отбивку от всей фразы но в то же время выгуливать собак на школьном дворе и красиво и воспитана безнравственно делаю отбивку от слов не воспитана в разные периоды сообщества эти понятия были очень растяжимы поэтому в наше время критерием что воспитана что не воспитана каждый берет за это он себя делаю отбивку от слов каждый берет за это он себя с одной стороны да действительно в разные исторические эпохи такие эталоны были разными но всегда такой эталон того что такое хорошо что такое плохо он вырабатывался обществом они индивидуально человеком каждым беру отбивку от слова общество общество и окно овертона в действии поэтому все что нам раньше казалось неприемлемым уже нормально нас уживается поэтому критериев общества как такового нету беру отбивку от слов критериев нету на мой взгляд такие критерии все-таки есть но они в динамике они постоянно изменяются с течением времени уважаемая дульсинея третья цепь аргументов закончена мы сказали всего с тобой 6 утверждений аргументов я от себя скажу такой вывод по третьей цепи выгуливать собак на школьных дворах удобно но с другой стороны вроде бы как некрасиво не воспитана неприемлемо хотя понятие приемлемости неприемлемости она не является абсолютным это относительные понятия которые изменяются во времени то что было красиво или же некрасиво она меняется со временем и становится например неприемлемо и становится приемлемым вот такой получился вывод уважаемые дульсинея наша дискуссия закончена напомню что мы обговаривали с тобой тему можно ли выгуливать собак в школьных дворах мы построили с тобой дерево размышления которое состоит из трех цепей дерево началось с твоего утверждения выгуливать собак на школьных дворах удобно вывод по первой цепи мы получили такой можно выгуливать пока это не запрещено какими-то надписями запрещающими или другими методами апель оповещения вывод по второй цепи можно выгуливать до тех пор пока нарушителям не применяются конкретные меры наказания наконец вывод по 3 цепи что выгуливать вроде бы и не красиво но понятие красивости приемлемости она не является абсолютным она относительная на разных временных отрезках она будет иметь разные оттенки и в разных условиях конкретных конкретной ситуации тоже будет будет иметь эти оттенки и теперь я скажу лично свой вывод всего по этой дискуссии итоговый вывод значит итоговый вывод получается такой что выгуливать собак на школьных дворах можно до тех пор пока не настанут пока не не будут применять к нарушителям меры наказания вот это такой вывод по дискуссии и того но я должен сказать что это наше построенное построенное дерево размышления его можно продлять и дальше поэтому если найдутся желающие продолжить эту дискуссию мы можем продолжить и размышлять в какую-то другую сторону может мы придем какому-то другому выводу ну а сейчас пока все уважаемые дульсинея я благодарю тебя за дискуссию и тебе большое спасибо кихот за эту дискуссию и Продолжение следует...